Легко ли сейчас найти работу? Очень трудно. В связи с эпидемией очень много кто остался без работы и потеряли свои квалификационные навыки. Я-то не ищу работу, но я хочу сказать, что, наверное, все-таки тяжело. Влияет вот ситуация, которая возникла сейчас вот с коронавирусом. Очень сложно найти работу. Все в Москву урутся. Сейчас сложно куда-то устроиться, тем более зимой, летом или весной гораздо легче. А вы сами сталкивались с тем, что не могли найти работу? Сталкивалась, да. После пандемии сталкивалась. В городе Оренбурге искала, потом встала на бирже труда. Ну, много обещали, но ничего не заплатили толком. Изменить положение могут поправки в закон о занятости. Они направлены на снижение уровня безработицы и трудоустройства в первую очередь россиян на неприезжих. Также инициативы гарантируют защиту минимального дохода от списания за долги. Если раньше по судебному иску с расчетного счета человека могли снимать все средства, то теперь на нем всегда должна оставаться сумма в размере величины прожиточного минимума. Для Оренбургской области это в среднем 9938 рублей. Какое еще дополнительное новшество? Я, кстати, как работодатель, директор строительной компании, я это только могу поддерживать, предлагается создать единую базу для всех компаний с высшей численностью, свыше 25 человек по вакансии. Вот сейчас я, я даю какие-то объявления непрерывно, мне нужны эти, те. Это как-то работает, на мой взгляд, не очень системно, потому что у меня постоянно есть какие-то вакансии, которые я не могу заполнить. Также компетенции центров занятости перейдут на федеральный уровень. Единая платформа поможет видеть вакансии своего профиля и в других регионах. Сократится и перечень документов, необходимых для подачи в службы занятости. Изменения нынешней системы действительно очень нужны. Так считает Анна Курбатова. Несколько лет назад девушка переехала в Оренбург из Тольятти, и на протяжении долгого времени она не могла найти работу. Подаешь документы, тебе дают список организаций с вакансиями. Этот список нужно обойти и принести либо отказы от этих предприятий, либо устроиться на работу. Желания помочь у сотрудников вообще никакого нет. У меня такое чувство было, как будто бы я прихожу к ним и прошусь к ним на работу. И они мне должны платить зарплату со своего кармана. Если мы выйдем за пределы Оренбурга, то у нас все мужчины практически на вахте. А вот в селах там остались женщины. И если говорить, например, по прошлому году, то есть пандемия, она еще больше усугубила эту проблему, то у нас официальная только безработица выросла там в семь раз. На выплату пособий по безработице за 2020 год потратили почти 3,5 миллиарда рублей. Из федерального бюджета на снижение напряженности на рынке труда региону выделялось порядка 51 миллиона. С их помощью работодатели смогли частично компенсировать расходы на оплату труда, организуя общественные работы или обеспечивая временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Для того, чтобы людей трудоустроить, должны быть рабочие места. Да. Хотелось бы, чтобы все-таки работа была перестроена, потому что очень часто бывает, что деньги тратятся на, скажем, на какие-то переобучения или еще что-то, но это не остается востребованным. То есть люди как не могли устроиться на работу, так они и не устроятся. То есть и деньги потрачены, и, собственно говоря, эффективности как таковой нет. Так как же на самом деле обстоят дела с безработицей в нашей области? По данным регионального Минтруда, за третий квартал 2020 года на работу удалось устроиться лишь 27% обратившимся в службу занятости. О невыгодном положении региона говорит и статистика Росстата, по данным которого мы на втором месте по уровню безработицы в Приволжском федеральном округе с показателем почти в 7%. Статистика Министерства труда куда лучше. 13 место в ПФО и уровень безработицы почти в два раза меньше. Правда, данные Министерства на 26 февраля 2021 года. Действительно ли удалось так улучшить положение всего за 2-2,5 месяца? Или какое-то из ведомств предоставило необъективные данные? Остается вопросом. Наталья Юркиев, Максим Марарь, Артем Букреев, Городской телеканал ЮТВ.